Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ну что, Мастурбис, давай. За мной снова 100 человек. Их возраст варьируется от 1 года до целых 100 лет. И все они будут бороться за 250 тысяч долларов. Вот прям сейчас все будут пиздиться? Подойдите к своим кубам. И в отличие от моих прошлых видео, сегодня эти 100 человек сами решат, кто заслуживает 250... Я заслуживаю 250 рублей. Заходите в свои кубы! Итак, испытание началось. Если кто-то решит выйти или просто коснется красной линии, он будет исключен. Как далеко вы пройдете в этом испытании? Я намерен пройти его до конца. Хорошо, посмотрим, как дела у Годовалова. Думаешь, ты выиграешь деньги? Да. Хорошо, играйся с планшетом. Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. 48, я серьезен. С самого начала было ясно, что люди среднего возраста оказались наиболее собранными и решительными. Ну, естественно. Но не все остальные. Если выйдешь и проиграешь, окей. Двух лет получил из игры. Ребенку похоже, да? Как и следовало ожидать, первыми ушли самые младшие. Ну, детям скучно сидеть в клетке. Ты, блин, детей в клетке держишь. Им скучно, они хотят гулять и играть. Тебе понравилось? Спросим через год, когда сможет говорить. И некоторые из пожилых. Да, сэр, я готов уйти. И уже к первому часу съемок этого видео выбыли 6 человек. И уже скоро их будет... Понятно, он их взорвал. Больше. В отличие от этого видео, которое было скорее соревнованием до последнего, здесь суть в том, чтобы заводить друзей и пытаться понравиться людям. Они сами решат, кто выиграет 250 тысяч. Я еще не знал, что это станет самым напряженным из всех видео, что мы снимали. Позор тебе! Вы серьезно? Вы добрый человек. Не исключайте меня. Внимание всем. Капец. Надеюсь, за последний час у вас всех была возможность завести друзей, потому что они вам понадобятся. 10 минут на табло. Следующие 10 минут мне нужно, чтобы 10 из вас ушли. Я не смогу. В конечном счете, ваша ответственность как группы убедить 10 человек покинуть свои кубы. А я бы, знаете, как сделал? Я бы просто бы, ну, лег и такой, я не пойду, блядь. Я не пойду, пошли нахуй. Я не пойду, блядь. Я просто буду лежать и пошли все... А если вы не сможете этого сделать, мы случайным образом исключим 25 из вас. Удачи! Боже мой, я не хочу 25 случайных. Нам нужно, чтобы кто-то ушел! Я не уйду! Пизду нахуй! Если вы пенсионер, то вам пора уходить. Если вам не больше 12 лет, вам пора уходить. Прошла уже минута, а никто не ушел. Если со мной уйдут 7 человек, я выйду! Прошу! Помогите! Прошу! Меня нельзя исключать так рано. Пожалуйста, ребята! Держи! Можете уходить? Ты пожертвуешь с тобой ради команды? Я не могу, я пришел сюда надолго. Эй, сделайте это ради общего блага! 53, вон! Ты не хочешь выйти? Я куплю тебе роблок, обещаю. Ха-ха-ха-ха! Бля, это Дрейк вышел из своей кабинки, блядь. Дрейка роблоксом купили. И хотя 89-я решила пожертвовать собой, нам было нужно еще 8 человек. Никого? Нет желающих? 89. Не хочу показаться грубым, но все пожилые люди должны уйти. У них пенсия, а я учусь в колледже. Мне тяжело. 5, 4, 3, 2, 1. Увы, вы не пришли к соглашению, а значит, 25 случайных участников будут исключены. И чтобы гарантировать случайность, мы при помощи этого устройства отберем участников одного за другим. Лотерея! Чендлер, возьми шарик для пинг-понга. Наш первый исключенный... Номер 18! Здесь тебе не повезло, она выебалась и ее кикнула, блядь. Ну почему я? Нет! Следующий исключенный, 85. Помните, это ваш выбор. 82. Номер 80. Мне жаль, босс. Окей. 99. Не волнуйтесь, осталось всего 19 шариков. 12. 24. 22. 19. О, это жестко. 29. Мне жаль, сынок. И наш последний исключенный, номер 13. Блядь, роблокс. Посмотри, скольких ты исключил. Мне жаль. Вы потеряли 25 человек. Хорошо, что это не я. Я все еще здесь, но не знаю, Рэтли. И в каждом числе я думал, это мой номер. Я сегодня иду домой. Вас осталось 67. Поздравляю! И, конечно же, стоит кому-то выбыть, и мы сразу уничтожаем его куб. И после жести в прошлом испытании я решил дать им немного времени, чтобы прийти в себя. Я позволил им немного потусоваться в своих кубах, что само по себе стало испытанием. Ебать, тусовка лютая, блядь. Чисто одна кровать больше нихуя нет. Где здесь ночевать, то все, что нужно, это просто выйти из куба. Так и поступлю. Потому что к началу второго дня ушло так много людей, что у нас осталось всего 55 участников. Начнем новый день с того, что посмотрим, сможете ли вы договориться о том, кто должен выиграть эти 250 тысяч долларов. Если вы сойдетесь на одном и том же человеке, он тут же получит 250 тысяч. Но, если хоть один из вас проголосует за кого-то еще, мы устроим испытание и исключим многих из вас. А в чем смысл? Конечно, блядь, все проголосуют за одного. Схуяли вообще, с чего бы, блядь? Должен выиграть. 14-й. Кто, по-твоему, должен выиграть 250 штук? 11-й. Так, ну что ж. Ничего не вышло. Вы не смогли единогласно договориться о том, кто должен выиграть деньги. Поэтому придется провести испытание. Каждый ряд должен... Ребята, кто взлетит на 10 километров сам, типа, вот так вот, тот получит миллиард долларов, типа. Давайте, прямо сейчас. Если не взлетите, то мы всех убьем. Что за бред, нахуй? Выбрать капитана, который будет представлять всех участников своего ряда в следующем испытании. Прошу, убедитесь, что вы доверяете тому, кого выберете. Вы скоро все поймете, и это будет очень жестко. В течение следующих 15 минут каждый ряд пытался решить, кто будет их капитаном. Ты хочешь быть капитаном? Если ты не хочешь. Только если не решишь пожертвовать нами. Вы никуда не уйдете. Какой возраст будет представлять ваш ряд? 30. 30. 30. Вот так-то. Эй, добровольцы, есть? Я согласен. Я согласен. 64. Я согласна на 64. Кого в своем ряду вы хотите видеть капитаном? Меня. Я пришел сюда, чтобы бороться. Я выиграю. Хорошо, капитаны выбраны. Бля, сука. Вот тут-то все и становится интересным и немного жестоким. Мы будем предлагать деньги, и если кто-то из вас капитаном возьмет их, вы и весь ваш ряд будете полностью исключены. Не, ну я бы так не сделал, честно вам скажу. Типа даже если мне предлагали 10-50 тысяч долларов, потому что меня бы потом вычислили и убили. А я не хочу этого, блядь. Первое предложение, тысяча долларов. Мало. Держи, 42. Мало-мало. Я никуда не уйду. Я не исключу свой ряд за тысячу долларов. Я не сдвинуться. 14-й, прошу, не надо. Вы в безопасности, и я не буду. Хорош, пацан. Предложение 2. 5 тысяч долларов. Не надо. Если один из вас выйдет, исключив свой ряд, я дам ему 5 тысяч долларов. Это очень мало. Нет. Вы в ролике у мистера Биста, ждите, пока он достает миллион. Не исключай, на 42. Не ждите, что я уйду в ближайшее время. Не делай этого, 30-й. Я лишь надеюсь, что моя жена согласится с моим решением. Следующее предложение, 10 тысяч долларов. Мало. Не надо. Да хули ты, блядь, мнешься, сука, это хуйня, блядь. Тысяч не стоит того, чтобы расстраивать тебя. Хорош, не нравится. Мне не нравится больше, чем... Настоящий пацан, красава, блядь. 20 штук. Мы не остановимся, пока один из вас не выйдет. Этого мало. Этого. Секунду, подождите. Мало. Этого мало. И 50 тысяч. До этого капитаны держали стойко, но стало ясно, что, как только на кону оказались 50 тысяч, некоторым капитанам стало труднее, чем другим. Не делай этого, 42-й. Боже. Ну что ж, народ. Пояселимся по-настоящему. Следующее предложение. Это у нас 80, это у нас 90, это еще не все. Клади наверх. Новое предложение. 100 тысяч. Привет. Привет, Сири. 100 тысяч долларов в рублях. 10 миллионов. Мало. 100 тысяч долларов первому капитану, который выйдет из своего куба. Да ладно, нет, честно говорю, вот я бы взял бы 10 миллионов, если бы это было какое-нибудь испытание немножко другого формата. Но я бы не хотел бы просто подставлять всех, типа. Тут же интересна именно конкуренция. Типа не хотелось бы прослыть долбоебом. Поэтому, не, я бы все равно бы остался. 14-й, 30-й, 42-й, 64-й, или мистер 100. Кто-то из вас должен выйти, чтобы я смог сделать его богатым. Нет, 30-й. А вот сейчас я чувствую давление. Нет, 42-й. Чувак, меня так сильно возненавидят. О, я вижу, 30-й вот-вот сломается. Нет, двигайся. Не вздумай. Не делай этого. Не делай. О, он это делает! Я сделаю это. Простите. Ебать! Ты серьезно? 30-й! Что за черт? Я в шоке. Позор тебе! Позор! Это безумие. 30-й вышел. Жесть. Все 20-летние и 30-летние... Бля, это был самый длинный ряд, пиздец. Ну... И теперь исключены. Вам, ребята, следовало выбрать лучшего капитана. Не могу, не могу. А не хочешь по 10 косарей всем дать? Думать о сыне. Ты солгал, 30-й! Ты солгал, ребят. Это ряд, который дойдет до самого конца испытания. Все 20-летние вы можете уйти, все 30-летние вы исключены. Мне очень жаль. Какие мысли у тебя в голове? Что нас обыграли? Я все думал, что это обеспечит моего ребенка на очень, очень долго. Ебать. Из-за того, сколько предательства мы уже увидели в этом видео, 40-летние заключили союз в попытке удержать кого-либо из них от выхода. Бля, прикольно, да? Время настало. Проголосуйте и увидим, выберите... Бля, столько что мы там не участвуем. Вот я бы хотел, чтобы у меня были соседние камеры с Дрейком, с Антоном и с Максом. Мы бы вообще никуда бы не ушли. Мы бы до конца бы сидели. Антон бы все это время лежал. И, как обычно, они не смогли договориться. Поэтому проведем испытание и исключим еще пару человек. Я скоро. В следующем испытании будет колесо, на котором указан возраст всех оставшихся участников. Ну что ж, Чендлер, крути. В настоящее время вас осталось 36. Казик. Мы будем вращать колесо, пока не исключим 16 человек, доведя таким образом ваше общее количество до 20 финалистов. Хорошо. 67-й, я иду к твоему кубу. И пока я иду к его кубу... Чендлер, крути еще раз! Колесо укажет на возраст еще одного человека. И когда это произойдет, тебе придется решить, исключать его или нет. Ебать, нихуя себе! 55. Испытание простое, 67-й. Вы можете выбрать, будет ли 55-й исключен или останется. Прежде чем вы решите, я считаю справедливо дать 55-му слово. Спасибо всем, мы отлично провели время. Удачи, ребята. Вы не хотите попросить, чтобы вас не исключали или что-то в этом роде? Нет, будь я в таком же положении, сделал бы то же самое. Что ж он позволил вам исключить его? Его выбор. Вау, окей. Кто-то должен уйти. То есть, вы его исключаете? Да. Окей, тогда решение окончательное. Хорошо. Мне жаль, босс. Спасибо, ребята. Чендлер, крути колесо. Просто. Кто-то дал мне право исключить его. Первый раз был легким. Уверен, остальные пройдут так же. О, 47-я. Мы дадим ей шанс высказаться прежде, чем ты примешь решение. Будь спокоен. Пиздец, они из одного чела просто козла отпущение делают, блядь. Похотела остаться. Я не хочу уходить. Каково ваше решение? Она остается. Вы вызовете? Схуя! Да это не че... Блядь, нет. Мне кажется, что это не честно. Вот я вам клянусь, если бы мне дали варик, чтобы я решал, я бы всех бы нахуй отправил бы, блядь. Я бы отправил всех. Чтобы меня все ненавидели. Мне похуй. Я бы сказал, пошли нахуй. Теперь ей решать, кто уйдет, а кто нет. По сути, можно исключить следующих 15 человек, ничем не рискуя. Но это было бы очень сложно. Хочу, чтобы 67-й выпал. 43. Я бы хотела остаться в нашей команде, но все зависит от тебя. Мы остаемся вместе, 43-й остается. Ура! Люблю тебя, девочки. 40-летние были полны решимости держаться. Ты знаешь, что это значит, верно? Теперь ты главная. А вы везучая. Чендлер, крути колесо! Детей не исключайте, маленьких. 66-я. Хорошо. Прямо вон там. Да. 43-я. Я знаю, что тебе трудно решать, но я бы хотела остаться. Нет, ты уходишь. Сейчас она так и скажет 100%. Оставишь ее, и она получит контроль. Оставишь ее, и она получит контроль. Ну, бля, реально сразу видно команда, блядь, как в зомби-апокалипси. Конечно, она ее кикнет, очевидно. У них же есть... Типа по факту они объединились в команду. Человек там 5-6 нахуя им других людей оставлять. Конечно, кикнут. Естественно. Конечно, кик. 66. Вы такая милая, и было приятно познакомиться с вами. Ну, пошла ты нахуй. В этой игре мы пытаемся держаться вместе. Сука, стоит лыбу давит. Не нравитесь, но, к сожалению, вы уходите. Спасибо. Спасибо всем. Блядь, кто-нибудь, пожалуйста, из наших русских ребят, спиздите, пожалуйста, этот формат, и сделайте такой формат среди стримеров. Только надо будет найти стримеров, которым два года, потому что Дрэк у нас уже есть. Два года, три года, четыре года. Давайте, Эксайл, спизди. Бустер, слава Бустеренко, кто-нибудь. Вы еще поебись через эту дырку, блядь. С 43-ю... Нельзя терять контроль, иначе нас исключат. Мы на войне. Я знаю. Никто, кроме 40-х, не был в безопасности. 57-й. Ты даже не знакома с 57-й. 57-й, вы исключены. 40-ые, остерегайтесь 50-х, потому что они вам отомстят. Да ты даже не знакома с этим долбоебом, блядь, ебаном. 65-е. О, это я. Это все ради игры, и мне жаль, вы тоже исключаете. Нет, чуваки, вот вы пишете, вот я видел, некоторые пчатки пишут, типа, она мразь, ну, типа, потому что она всех исключает. Вы же понимаете, что если бы вы объединились бы в команду из людей, вы бы сделали бы то же самое. Она вообще не мразь, типа, ну, она делает абсолютно все правильно. Типа, если бы я вот, ну, как бы, ну, допустим, играл бы в такой игре, и мы бы тоже решили бы объединиться в команду среди, там, 23, 22, 20, типа, 21, 25, типа, ну, вот, ребята, сделали бы мы команду из 6-7 людей. Мы бы сделали бы то же самое. Вот 100% нахуй. Это самое выгодное вообще, что можно сделать. Абсолютно правильный поступок. Я знаю, что ей больно это делать. Я знаю, но нам нельзя потерять контроль. Я согласен. Если она остановится и потеряет контроль над колесом, следующий игрок вполне может исключить ее. Опа, 11. Это будет нечто. Это многое значит для Джио. Хорошенько все обдумайте. Это 11-й? Джио, не плачь пока. Еще не все. Послушай меня очень внимательно. Следующие секунды многое решат. Я сейчас дам тебе этот микрофон, и ты попробуешь убедить ее не исключать тебя. Ты понимаешь? На ребенка исключать тяжело. Вы добрый человек. И вы достаточно добры, чтобы не исключать меня. О, вау. Оставь Джио. Оставь Джио. Оставь Джио. Да ладно, остатки. Не делай этого. Не время для сострадания. К сожалению. Бля, к сожалению. Тут на самом деле, бля, вот это такой сентиментальный момент и вся хуйня. Но, чуваки, представьте себе. Ну, бля, тут... Как вам объяснить, блядь? Это не тот момент, в котором сентиментальность бы работала, честно говоря. Это же как, блядь, это же как жесткая битва, типа. Это как батл рояль, блядь. Джио, я так тобой восхищаюсь. Ты самый крутой 11-летний ребенок. У тебя полно энергии и задора, и твое будущее очень светлое. Но, увы, твое время здесь истекло. Мне очень-очень жаль. Да, я ее полностью понимаю. Все потеряли дар речи. Ну что ж, аплодисменты. Жал... Пиздец, конечно, по-человечески жалко. Очень жалко, блядь. Но, типа, чуваки, смотрите, какой вариант. Вот если бы были кикнуты уже почти все, и оставалось бы кикнуть одного, я бы девочку бы оставил. Вот честно вам скажу, 11-летнюю. Я бы точно оставил. Но, блядь, там еще столько слотов, еще такой шанс, что именно ты выпадешь, именно тебя кикнут. Здесь, типа, ну, здесь... Ну, я говорю, по правилам игры, по сути, здесь нельзя рисковать. Я так ужасно себя ощущал из-за этого исключения. Жалко, конечно, ну что поделать? Что попросил 11-й номер помочь мне на сцене. Аплодисменты, Джио. На тот момент все за пределами 40 лет знали, что у них большие проблемы. Она исключит каждого из нас. Если тебе не 40, ты выбываешь. Опять же, я не думаю, что мы в безопасности. Вообще нет. Ой. 17-е. 17-е. Пока. К сожалению, ты исключена. Спасибо. Бам-бам. Бам-бам. 16-летний. У меня есть прабабушка. У нее не очень хорошее здоровье. Мне очень жаль. А, это парень? Ну, ладно. Ты тоже исключен, 16-й. Вау. Я так горжусь тобой. Я так горжусь. Хотите, верьте, хотите, нет. Но колесо почему-то все время пропускало. Бля, мне очень нравится, как они через монтаж сделали из 40-летних злодеев, блядь. Типа, вот прям реально из них делали злодеев. Я так горжусь тобой. Я супермен. Сосал свой член. Бля, вот реально просто злодеев из них сделали. Я клянусь, чуваки, все бы сделали так. 50-й. Исключено. 52. Пока не выпало это. Опа. И вот оно, самое трудное решение в испытании. Ты исключаешь себя? Я думаю, что продолжу крутить, Джейми. Крутани еще разок. Вы тоже исключены. Почему, почему, блядь? К сожалению, вы исключены. Хорошо, 75. Жестко. Бля, я бы по угару себя исключил, кстати. Прикиньте, я бы был последним. И я такой, хорошо, ребята, играйте. Все, я бы себя исключил, чтобы я был в глазах зрителей Мистер Биста героем. 62-я. Увидимся. Можешь ничего не говорить. Пока. Пошла нахуй. 62-я, вы не хотите попытаться убедить ее? Нет, пока. 62-я, я просто хочу, чтобы вы знали, я буду скучать по вашему храпу. Что ты сказал, злодей? Я буду скучать по вашему храпу. Я не злюсь на тебя, 43-я. Я начала чувствовать твою боль, а ты просто жестокий. Я уже скучаю по вам. Пока, ребят. Даже не заставив 43-ю принять решение, 62-я покинула куб. И осталось всего одно исключение. Кто же станет их следующей жертвой? Итак, сектор Фистаблс. Это значит, что все получат лучший в мире шоколад. Хуета и бара, говно. Вы пробовали Аленку? Кранч, спасибо. Окей, без проблем. И хоть его исключили, мы все равно помним о нем. Говно. Обязательно сходите в Уолмарт и попробуйте наш... Хуйня, в перекресток все за Аленкой, быстро. Новый вкус. Ну так вот. Когда колесо, наконец, указало на кого-то... Все в магнит за золотым степом. Ты еще из альянса сорокалетних? 41-я, я люблю тебя, и поэтому я передаю это тебе. Наконец-то у нас кто-то... Бля, пожалуйста, пусть выпадет 41-й шанс выгнать, и выпадет 43-й, и 41-я ей скажут, пошла нахуй отсюда. Бля, это было бы вообще охуенно. Новый, в зависимости от результата, это может быть последний раз. Ой, бля. Хорошо, мистер 100, вам есть что сказать человеку, который пытается... Бля, он сидит как на троне. Да, он был дар. Очень надеюсь, что вы не исключите меня, и прошу вас оставить меня. Мистер Стоу, мне очень жаль. Храни вас Бог. Я надеюсь, что у вас все получится. Адьос. О, нет. Бля, вот ему надо было сейчас, ну, в итоге окажется, короче, что вот этот, ну, как в фильме «Игра кальмара», что этот человек, которому стрелят, что он организатор, и он вот так вот поднимет такую руку. Убейте ее! И все, и просто Чендер, Мистер Бист, и он начинает грызть заживо, разрывать, блядь, на части. Я понимаю ваш ответ и поздравляю вас с тем, что вы делаете. Давайте всем поаплодируем столетнему. Все были просто раздавлены, увидев, что наш старейший участник выбыл. Это грустно, да. И поскольку он явно был любимцем публики, я не мог отпустить его просто так. Я дам вам 20 тысяч за то, что вы пришли и соревновались. Спасибо, мне понравилось быть с вами. Это было жестко. Мы только что наблюдали, как многих людей исключили. Я знаю, что всем сейчас, наверное, очень грустно. Особенно 43-й. Исключен, исключено, исключен, исключен. Нам можно не называть конкретные числа. Блядь, попал бы этот микрофон к Антону Татырже, ребят. Я вам клянусь, выпало бы, блядь, я, Дрейк или Макс Тинт. Мы бы первые, нахуй, вылетели бы пули с этого мероприятия, блядь. Антон бы еще ржал бы нам вдогонку и такой, ха-ха-ха, пошли нахуй. Верно. Как ощущения после испытания? Мне больше не нравятся сороковые. Скажу, как есть, они уничтожили мою команду. Похоже, 50-летний не любит вас. Потому что мы выбили половину из них. Будь микрофон у них, они бы выбили половину из нас. Согласен. Мораль истории, не доверяй никому. Спустя пару часов после того, как игроки... Че? Вот видите, блядь, он уже пришел, он уже меня хочет выгнать. А я даже не в конкурсе, мистер обист. Пришли в себя, мы провели еще одно голосование за победителя. Похоже, что вы ни о чем не можете договориться. Еще одно испытание! Оно будет напряженным. Хорошо. Если посмотрите сюда, то увидите 250 тысяч. Не путать с другими двумя с нами 50 тысячами. И один из вас может уйти с ними прямо сейчас. Что? О-о-о. Найс. О, господи. Но прежде чем я все расскажу, мы затемним ваши комнаты. Внесите занавески. Он не хочет, чтобы мы общались. Что сложно, ведь мы такая сильная команда. Ставки значительно поднялись. Итак, мы закрыли все 20 кубов. Если один из вас... Озвучка классная мужика. Ставки значительно поднялись. Добровольно выйдет, исключив себя, то получит эти 250 тысяч долларов. Но если кто-то еще попытается это сделать, оба будут исключены и ничего не выиграют. Блядь. Посмотрим, выиграет ли кто-то 250 тысяч. Я сегодня упустил 100 тысяч. На этот раз я получу именно то, зачем пришел. Просто говорю вам, что выйду. Так что, если хотите присоединиться, то можем быть неудачниками вместе. Кажется, я решусь на это. 64-е, ты выйдешь? Ага. Если выйдешь и 42-е тоже, ты ничего не получишь. Блядь. Это верно. Было совершенно ясно, что 42-е сделает все, что в его силах, чтобы забрать приз этого испытания. А это значит, что пока они решают, стоит ли выходить из кубов, я расскажу вам о ТОП ТРУПС. Поебать мне абсолютно. Хуй-то полная мобильная игра бы на андроид. Говно, значит, ебанолагающая хуйня. Осталось 60 секунд, пока вышел только один. Он может выиграть столько же денег, сколько в главном призе. Кто-то может уйти с деньгами прямо сейчас. И если вы решите уйти, то должны хранить молчание. С этой стороны никто не вышел. На данный момент 42-й может уйти с четвертью миллиона долларов. 50-е на местах? Как скала. Кейси, ты остаешься? Кейси остаётся. Хорошо, приятель. Нееет, стой! Три, два. Блядь. Выходите сейчас или оставайтесь? Один. Пизда, жалко мужика. Мне этот мужик нравился, он харизматичный злодей. Вышло. Посмотрим, выиграл ли кто-то четверть миллиона долларов. Пиздец. Стража, опустите занавески. Если мы посмотрим вокруг, то увидим, что 42-й был единственным, кто вышел. Как это? Пока не осталось две секунды. И кто-то вон там вышел в последнюю секунду. Блядь. А может он специально это сделал, чтобы 42-й нихуя не получил? Боже мой. Извини, 42-й. Как говорится, либо пал, либо пропал. 40-летние только что потеряли своего лидера. А вы, ребята, всё ещё в игре. Помните об этом? Это тяжело. Вы оба рискнули. И не сработало. Я очень громко и ясно заявил о себе. Он его сейчас заебашит, когда они выйдут оттуда. Понял, что произойдёт. Так что, по сути, ты сказал, деньги? Я вас не люблю. Бывает. Всё окей. Думаю, на сегодня хватит стресса. Убедитесь, что заведёте много друзей. Моего соседа теперь нет. Я очень, очень, очень громко и ясно сказал всем. Слушайте, тут только один победитель. Казалось, что сработало до последних двух секунд. Он специально, да он специально это сделал. Извини. Красавец, мужик. Секунды считаются. Я всё решил ещё до того, как запустили таймер. Похоже, 50-летние не так быстро забудут урон, полученный вчера. Всё, что я хочу сказать, сороковые, остерегайтесь 50-х, потому что они вам отомстят. И ещё раз спасибо Топ Труп за спонсорство. Спасибо, что зашли в это видео и сделали его говном. ...ключены из испытания. Но мы не собираемся сбавлять оборот. Доброе утро всем. Как думаете, вы договоритесь о том, кто должен выиграть 250 тысяч? Я. Может быть. Эммм. Голосуйте на планшете. Разумеется, все проголосовали за одного и того же человека. Давай серьёзно, мне готовят следующее испытание? Да. Ага, так и думал. Чем меньше людей, тем меньше единодушия. Хорошо, время для следующего испытания. Вынесите кейсы. На данный момент все люди старше 40 лет начали понимать, что будет следующим испытанием. Там чемоданы с номерами. Спасибо. Пан или пропал. Боже мой, я думаю, это Пан или пропал. Это очень похоже на Пан или пропал. Эмм. Следующий испытание очень похоже на популярное шоу Пан или пропал. А, это шоу такое? Поэтому мы пригласили ведущего Хауи Мэндала. Как дела, Хауи? Все, кто старше 40, обожают Хауи. Спасибо. Ваше. 14-летний, ты, возможно, его не видел. Ты меня знаешь? Стоп, стоп, стоп. Возможно, я знаю. Вы музыкант? И если вам тоже меньше 40 и вы не видели Пан или пропал, не волнуйтесь. Я объясню правила по ходу дела. Если мы заглянем внутрь этих 18 кейсов, то в половине надпись исключен, а в половине спасен. Выбери номер. 14. Логично. Открой кейс. Никто, включая меня, не может видеть, что внутри. Ура! Ты знаешь, что ты видишь? Я болезу пиздюка. Кто здесь следующий по старшеству? Думаю, это я. Хорошо, теперь я иду к номеру 41. 41-е теперь может... Сейчас все пиздючки, которым, ну, 14, 15 и меньше, они такие... Блин, какой хороший мальчик. Украсть кейс 14-го для себя. Или выбрать один из оставшихся кейсов. Не, не воруй кейс у ребенка. Посмотрим, насколько хорошо они умеют читать друг друга. Эй, что в четыр... В кейсе номер 14? Там спасен. Я украду его у тебя. 41-е, открывайте кейс. Здорово, ему так нравится. Все верно, столько воспоминаний. Откройте кейсы. Да! Да ты, мразь, ебаный, я тебе ебал бы. Почему он заврал и не оставил безопасный кейс? Не, ну, пацан молодец, блядь. Пацан воспитанный крутой, респект ему, блядь. Надеюсь, мистер Бист, если он вылетит, даст ему хотя бы 50 тысяч долларов. Значит, что шансы всех только что ухудшились. Нужно выбрать новый кейс. Какой номер? 13-й. Счастливый 13-й. Следующий по старшинству участник номер 43. Эй, 14-й, что в твоем кейсе? Там написано исключен. Ну, конечно, она его не возьмет, блядь. Он будет честно говорить. Я признаюсь, в тот момент даже я не знал, говорит он правду или нет. Ты 100% правду, он не будет врать. 14-й, ты клянешься, что там исключен? Да, исключен. Вау, это стратегия? Я думаю, что сама выберу кейс. 14-й, открой свой кейс. Сключен, да. 100%, он не будет врать. Да. Исключен. О, 14-й. Бедняка. Не очень жаль, приятель. Еще один в списке исключенных вами. Это постоянно. Хороший парень. Увидимся, приятель. Ты лучший. Спасибо. Я хотел быть честным, и я был. Смотрите, девчонки, какой пальчик. Я чувствую, что поступил правильно. Ты молодец. Осталось 16 кейсов. Выберите номер. Я выберу счастливое число 3. Нам даже не нужен микрофон для этого. Они стоят рядом. У нас еще есть альянс. Ей по-любому повезет. Вот таким, как этот, отрицательным персонажам, назовем это так, им всегда везет. Можешь мне доверять или нет? Если ты спасена, я позволю тебе оставить кейс. Ты спасена? Я не спасена. Ой. Мне нужно принять трудное решение. Оставляю. Окей. Он решил оставить кейс 43. Откройте его для нас. Если она лжет, это нам спасение. Надеюсь, что она наебала, пожалуйста. Но 40-е больше не смогут доверять друг другу. Пожалуйста. Давай она наебала, малю. И кальянс будет разрушен. Блядь, сука, жалко. Было бы круто, если бы она напиздела, блядь. Было бы охуенно, она такая. Блядь, жалко. Какой сильный альянс. Мне очень жаль, 43. Мы любим тебя, 43. Это почти хуже, чем быть похороненным. Это определенно хуже. Осталось 15 кейсов, и лишь 8 из них безопасны. Я скажу тебе правду, я исключен. Я просто испытаю судьбу. 44-й. Он был исключен. Молодцы, что честные. Удачи, мужик. Выберите любой номер. 10. 10. Убедитесь, что никто не видит. Я пришла сюда не за деньгами, а за честностью. Там написано спасен. Ты говоришь правду? Это самый серьезный выбор в вашей жизни. Вау. Да, какая интрига. Крадешь или нет? Я хочу забрать его. Обратного пути нет. Твое будущее лежит внутри этого кейса. Умоляю. Не могу. Открой кейс. Блядь. Да хули вы все такие честные, нахуй? Ну понимаете, что, пиздоболов нет? Пустите меня туда, я им напизжу с трекором. Она говорила правду. Большое спасибо. Посмотрим, решит ли она в какой-то момент действовать сама. Что, как ты утверждаешь в твоем кейсе? Исключен. Я поверю тебе и позволю тебе оставить кейс. Позволю, блядь. Спасибо, блядь. Благодетель ты наш. Спасибо тебе большое. Кейс. Блядь, спасибо. Хотя ее честность привела к исключению, она помогла спасти двух человек из альянса. Ты честен, 48? Я всегда был честен с тобой, 51, ты это знаешь? Я облегчу тебе задачу, там написано исключен. Хауэй, давай я украсть или не украсть? Как классно! Какая ты, блядь, ебаная! Я не стану красть. Посмотрим, говорил ли правду, 48-й. Три, два, один. Оп! Он лгал. Хорошо сыграл. Как хорошо сыграно. Надеюсь, вы усвоили урон. Вот это молодец, хорош. Вот как нужно лгать, ребята. Вы попали в девятку лучших. Получится. Красава, боже. Вот так же. 17-й чкаун. Вот так, 17-й на очереди. Я поверю всему, что он скажет. Там написано исключен. Красть или не красть? Не красть. Не красть. 54 года, кстати. Покажем ей. Он был честен. 51-й. Молодец. Теперь вы исключены. Это отстой. И хотя 54-я избежала опасности, сейчас ей попался кейс с исключением. Опа. Привет, 54-я. Я готов. Я честно скажу, что в седьмом кейсе написано «исключен». Я знаю, что это мой билет дальше, ведь ты не обманываешь меня. Сложное решение. Красть или не красть. Мне кажется, словно вес всего мира сейчас на моих плечах. Красть. Он ее спасет. И хотя она сказала, что там надпись «исключен». Вы украдете его? Да, именно так я и сказал. Да, украсть. Он бросился на амбразуру ради нее. Вы ей верите? Молодец, мужик. Да. Я хочу для нее самого лучшего. А я увижусь с внуками. Боже мой. Такой Макс Пейн чисто. Молодец. Это, возможно, самый бескорыстный поступок, что я видел в жизни. Думаю, я споткнусь об эту штуку. Ты дала мне самый легкий выбор в моей жизни. Храни тебя, Бог. Если есть шанс что-то дать человеку, то да это. Я правда выиграл. Я встретил Ауи Мэндала. И снова, взяв кейс с исключением, она во второй раз оказалась честной. Я признаюсь, честно там написано «исключен». Нет, я не буду его красить. Блядь! Просто такой немножко сентиментальный момент и тут же «нет, я не буду его красть». Пошла нахуй. Бля, это так грустно. Бля, это так нечестно. Пиздец. Чел пожертвовал собой, чтобы она осталась, и ее тут же нахуй выпнули на парашу. Пиздец. Нет, я не буду его красить. Бля, как же это нечестно. Ближе к концу игры у нас стали заканчиваться безопасные кейсы. У меня один из безопасных кейсов. Я бы хотела украсть. Я ему верю. Что? Ой! И как только мы добрались до двух последних кейсов, мы понятия не имели, будут ли они лгать или говорить правду. Итак, 67-й и 96-й. Один спасен, а другой исключен. Вы хотите выбрать кейс? Или хотите, чтобы 96-й выбрал его? Давай, 96. Это прекрасно, что вы здесь. Надеюсь, в вашем возрасте у меня будет столько же энергии. Хочу покататься на лыжах в следующем году. Нихуя себе. Какой кейс вы хотите? 16. Есть 16-й. Мы откроем и посмотрим внутрь, чтобы никто другой не видел. Что в кейсе 96? Исключен. Моему отцу тоже 96 лет. Сколько же раз он врал? Вы возьмете последний кейс со сцены или украдете 96-й? Сколько же раз он врал? Не украду. И поскольку это наши два последних кейса, мы немного усилим драматизм и откроем их одновременно, чтобы увидеть, кто пройдет дальше. 9 лучших и 250 тысяч на кону. Я начну обратный отчет. 3, 2, 1. Ебать. Вы остаетесь. Мы остаемся. Сколько же раз он врал? Шестилетний солдат. Я жив и здоров. Вот поэтому он самый старший, что остался в испытании. Хороший мужик. И вот у нас осталась девятка сильнее. У него Николайовскую нахуй перекручивает. Осужда. Следующее испытание будет еще безумнее. Хорош, дедуля. Это финал. Мы сократились до финальной девятки. Ебать у тебя камер, подруга. Следующее испытание будет еще безумнее. Это финал. Нахуя тебе столько, блядь? Мы сократились до финальной девятки. Я планирую победить в этой игре. Очень нервничаю. Альянс цирковых держится стойко? У-у-у. Эмоции накаляются. Я думаю, что... Это реклама, блядь. ...довольно безумная. И к моменту последнего дня этого видео, доверие участников друг к другу истончилось. Добро пожаловать в мою скромную обитель. Вокруг вас просто море красных крестиков. Море крови. Вы доверяете людям там, на другой стороне? Не доверяю. Из всех людей, оставшихся в этой комнате, кому вы доверяете больше всего? 47-й на 100%. Когда мы ввязались в это, мы просто хотели посмотреть, как далеко мы сможем зайти вдвоем. И если в итоге останемся только мы, это будет потрясающе. Кова ваша стратегия? У меня нет стратегии. Поскольку вы не можете договориться о том, кто выиграет эту гигантскую кучу денег, теперь вы выберете четырех человек, которых нужно исключить. Способ принятия решения прост. Каждый расскажет остальным, почему он заслуживает призовых денег. И всем вместе придется решить, чья история достойна продолжения испытания, а чья... Ну я бы дедушке 96-летнему отдал бы. А хотя нет, зачем? Я бы отдал деньги себе. Чья нет? Каждое решение, которое вы приняли за это видео, вело вас к этому моменту. Расскажите, на что потратите деньги? У меня сын, у которого есть особые потребности. Мы оставили все в нашей стране на Филиппинах. У меня нет медицинской страховки, у меня ужасная нейропатия. У моей кузины волчанка, и я хочу ей помочь. У нее трое малышей. Это так тяжело, ребята. У меня аутичная невербальная дочь, которой в конце месяца будет семь. С ней нужно много работать, и нам столько всего предстоит с ней. Я плачу за всех. Мое сердце разбито. Просто хочу отдать им все свои деньги. Как можно ставить чьи-то желания и надежды выше других? Инвестировать на 90-120 дней в мою майнинговую платформу. Несправедливо говорить, но его желания не так важны, как те или другие. Несправедливо. Я чуть не потеряла бизнес во время пандемии. Давай. Прикиньте, я там стою, хочу, хочу положить все 250 тысяч долларов на сберегательный счет в Тинькофф. Голосовать по одному, кто не проходит. Окей. Окей, начнем с очевидным. С моей дочерью, потому что я живу с ней, и она приняла меня. Становится все труднее и труднее, чем дольше это идет. Давай двигаться дальше, потому что легче не будет. И вот, когда вы услышали истории друг друга, теперь вам всем решать, кто останется, а кто уйдет. Я не знаю, что делать. Давай начнем с 61-й. Люди на этой стороне комнаты решили выбрать 61-ю. Услышав истории друг друга, вы должны решить, кому, по вашему мнению, стоит отправиться домой. Покажите результаты. Вау. Кто это был? 61-й. Это я. Какая сука против меня проголосовала? Кто, блядь? Она смутьянка. И знаете что? Скатертью дорожка. Пошла нахуй. Участников нужно исключить. Вам решать. Я не знаю, что мне делать. Ну, вот этого мужика не исключат, мне кажется. Выбрать 46, если нужно. Сделаем это. 46 был не очень убедителен. Голоса посчитаны. Хорошо? Нервничаешь? Очень. Собираюсь придать свой альянс. Посмотрим на результаты. Каждый голос был отдан за 40-летнего. Я думал, у вас всех альянс. Бро. Вау. Хорошо. 46-й. Вы исключены. Я не могу поверить в то, что произошло. Альянс 40-летних только что развалился. Кто дальше? 96. Бля, удобно им вдвоем. Я больше не могу этого делать. Посмотрим, что вы все решили. Вау. 96-летний. Удачи и спасибо всем. Я счастлив, что был на этом шоу. Финальное голосование приближается. 72? Ну, голосуем. Мы готовы к последнему исключению в этом испытании. И на этот раз я попрошу вас сказать мне, за какой номер вы проголосовали. За кого вы проголосовали? Я проголосовал за 72. Один голос за 72. Она милашка. 72. За кого вы проголосовали? 41. Один голос за 41. За кого вы проголосовали? Я проголосовала за 72, так что у нас ничья 72. За кого вы проголосовали и почему? За сорок первую. Там в основном желание и мечты. Я помогу своей сестре-близнецу купить дом. Вместо необходимости. Это уравнивает счет. За кого вы проголосовали? Семьдесят два. Три голоса за семьдесят вторую и два голоса за сорок первую. Вы решающий фактор. За кого вы проголосовали? Семьдесят два. Ну, голосуем. Я проголосовала за семьдесят вторую. Это значит, что семьдесят вторая получила большинство голосов. Мне жаль. Вы исключены. Это грустно. Только один человек получит эти деньги. Увы, мы знали, что в какой-то момент нам придется провести сокращение. Теперь пришло время играть в игру. Внимание, финалисты! И снова вы не смогли единогласно проголосовать за победителя. И теперь у вас больше нет выбора. Мне не нравится, что вы так далеко друг от друга. Особенно пятьдесят шестой. Это как-то нечестно. Итак, парни, я думаю, что наконец-то пришло время раскрыть главный поворот во всем этом видео. О, они все должны быть тут? Впервые с начала этого ролика вы можете выйти из своих кубов. Вы не будете исключены и пройдете к гигантскому кубу для финального испытания. Подождите, я только что был в кубе. Как я и говорил на протяжении всего этого видео, решение о том, кто выиграет деньги, зависит лишь от вас. Итак, на экране обратный отсчет. И когда час подойдет к концу, оставшийся в кубе выиграет двести пятьдесят тысяч. А если по какой-то причине здесь останется больше одного человека? Парни, выходите! Обратите внимание, что Мак и Тарик держат огнемет. И они не колеблес, польют эти деньги огнем по моей команде. Время пошло! Удачи! Только один из нас уйдет с деньгами. Думаю, что здесь нет никого, который был бы важнее других. Аминь. Это относится ко всем от одного до ста. Мы все заслуживаем этих денег. При чем-то заслужить. Нужно выиграть. Мысли? Если мы не можем договориться об одном человеке, то нужно найти способ это сделать. Есть идеи на этот счет? Я бы предпочла, чтобы нам сказали, что делать. Кто-нибудь готов уйти? Это справедливый вопрос. Я просто подумала, что стоит это предложить. Почему бы и нет? Мы это не обсуждали. Ага. Биздец... Прикиньте, как это сложно, блядь. Кхм-кхм-кхм. Не, просто чуваки... Нет, ну суэфа, понятное дело, самый простой способ. Ну, прикиньте, как это сложно, когда уже все съебались, блядь, и вы сидите такие, пиздец, блядь. Кхм-кхм. То есть, никто уходить не хочет. Я... Еще бы, блядь. Я, можно сказать, в невыгодном положении. Я не знаю вашу историю. Если она расскажет тебе свою историю, эти деньги сгорят. Но моя история, это я. Это моя жизнь. У меня свои трудности, у нее свои. У меня тоже трудности. То есть, мы не хотим ничего рассказывать и просто ставим все как есть. Мы не можем, у нас всего 15 минут. Сейчас мы просто тратим время. Время утекает. Кто-то должен начать уходить. Сейчас. Я не могу дышать. Я бы лучше ушла. Не надо. Ты заслуживаешь этого, как и любой из нас. Если тебе не хватает сил, чтобы сказать, я должна остаться, то я не понимаю, как ты можешь кого-то исключать. Это не ссора, понятно, это жизнь. Это жизнь. Хочу ли я исключить вас? Нет, не хочу. Ты не та, кто не в силах с этим справиться и хочет уйти. Но я не позволю ей взять и уйти вот так. Все пятеро еще там. Я буквально ощущаю... Что-то хейт к 41-й, блядь. ...прижение. Как насчет рейтингового голосования? Напиши на бумаге, что значит рейтинговое. Вот как это будет выглядеть. Идея 48-го проста. Каждый по очереди выбирает того, кто ему... Да, хорошая идея, да. ...кажется, больше всего заслуживает денег. И тот, кто чаще всего будет на вершине списков, заберет деньги. Хорошая идея, да. То есть от каждого по голосу и все. Это рейтинговое голосование. Предлагаю так и сделать. За себя голосовать нельзя. Типа, чтобы ты был первый. Ты хочешь собрать все и подсчитать? Именно это я и делаю. Если хочешь, подойди, проголосуй, и я начну читать. Ребят, время быстрее. Хорошо, мы готовы. Вы пришли к выводу? Да. В таком случае выходите. Когда будете готовы? 56-й был на пятом месте. 41-й и 64-й разделили третье. Боже мой. Давай, сестра. Может, он врет, блядь? Мне все равно нужно за кого-то. Бля, прикиньте, он пиздит. Вот это был бы пиздец. Прикиньте, он врет, короче. То есть, типа, он сделал рейтинговое голосование, и он пиздит. То есть, он такой, типа, ну, там, да-да-да, вышли, а на самом деле нихуя. И теперь все сводится к 47-му и 48-й у которых... Бля, если он напиздел, это вообще гениально. ...был самый сильный союз во всем видео с самого первого дня. Но, как вы знаете, только один из них может выиграть... Да поделите бабки после видоса, похуй. ...пятьдесят тысяч долларов. Я занял второе место. 47-е, наш победитель. Достоинно. Это безумие. Спасибо, Иисусе. Бля, ну жалко, что он не напиздел. Вот это было... Бля, прикиньте, как это было бы охуенно. Вот это было бы пиздецко круто. То есть он такой, так, вот я посчитал, типа, да, все. Мистер Бист его подгоняет, типа, давай быстрее, быстрее, типа, уходи. И он такой, так, короче, вы на третьем месте, так, ты-ты-ты-ты. А я, ну, типа, а мы на первом. А на самом деле нихуя. Спасибо, спасибо. Поздравляю, 47-я. Вам было трудно исключать других игроков. Вы создали самый сильный альянс и до самого конца боролись за окружающих. Я не позволю ей уйти. И вот почему. Сто человек в конечном итоге решили, что это ваши двести пятьдесят тысяч. Не волнуйтесь, все четверо уйдут с десятью тысячами долларов. Ура! Это было просто потрясающе. Это безумие. 47-я, у нас есть для вас последний сюрприз. Входите. Мамочка! Ура! Я наконец-то могу помочь тебе, мама. Я могу тебе помочь. Это определенно одно из моих любимых видео. Дайте мне знать в комментариях, понравился ли вам более длинный формат. Мы пробуем его, чтобы подготовиться к нашему шоу на Amazon Prime, которое выйдет в этом году. Но об этом я расскажу позже. Сентиментальное видео, хорошее, красивое. Мне понравилось. Красивое сентиментальное видео. У меня аж глаза намокли немножко. У меня аж глаза намокли немножко.